Добрый вечер, итоговый выпуск Часа новостей на 12-м канале в студии Любовь Фёдорова и вот главные события этого дня. Садизм под маской заботы. Да эта кровь стынет в жилах, потому что собаку, ну собаку бьют ногами, пинают собаку. Семейная пара жестоко издевалась над питомцем. Кто спас собаку и как сейчас чувствует себя пёс? Из окопов парилку по-домашнему. Опыт есть, у нас у обоих бани домик. То есть для нас это не было большой проблемой. Омские волонтёры создали для бойцов СВО баню на колёсах. Как для этого пришлось модернизировать старый школьный автобус? Венеция под ногами. Затоплены коммуникации, кусками отваливается от труб утеплитель и плавает в этой воде. Высотку в центре Омска подмывает изнутри. Чем это может обернуться и почему ответственные бездействуют? На службе, как в остросюжетном кино. Когда и кому разрешается лихачить на дорогах. Разминка перед крещенскими купаниями. Сергей, а вы что чувствуете? Здорово. Адреналин, прилив сил, энергии. Классно. И инспекция купелей. Как следовать традициям, сохраняя здоровье и бодрость. Жуткое зверство над домашним питомцем. Семейная пара попалась за издевательствами над четвероногим. Кадры с камер видеонаблюдения, где хозяева жестоко измываются над собакой, буквально взорвали интернет-паблики и соцсети. Операцию по спасению пса развернули волонтёры. Слово Юлии Думановой. Кадры не для слабонервных. Хозяева бьют собаку ногами, тянут за ошейник, тащат по лестнице. В следующий момент вход идёт швабра. Пёс явно напуган. Передвигается в основном на полусогнутых лапах. Но всё равно плетётся за своими мучителями. Все эти зверства попали на видеокамеры наблюдения. В подъезде и во дворе. И буквально взорвали интернет. Дмитрий – один из волонтёров. Да эта кровь стынет в жилах, потому что собаку бьют ногами. Пинают собаку. Собака выходит на улицу гулять. Она упирается лапами, потому что она понимает, что она сейчас только переступит порог подъезда. Она сейчас будет получать. Волонтёры развернули настоящую операцию по спасению. Пса забрали. Почему хозяева так относились к своей собаке, из первых уст нам узнать не удалось. Дверь никто не открыл. Соседи до сих пор в шоке. Видели, может быть, как они с собачкой гуляют? Ну, видели, когда гуляют. И как они себя вели с ней? Нормально. Удивительно, что собачку они избивали? Удивительно, конечно. Это не единственный случай за последние две недели. Накануне неизвестные перерезали собаке горло. Жуткие кадры. Сейчас ветеринары пытаются спасти животное. Уже провели операцию. А это видео сделано в новогодние праздники. Ещё один хозяин жестоко избивает свою собаку. Спасли также волонтёры. Пострадал от живодёров и домашний питомец Дмитрия Чихуа Тимон. Резонансный случай. Собака неожиданно пропала. Искали всем регионам. Но оказалось, животным жестоко расправился нетрезвый сосед. Что касается спасённой собаки. Пса зовут Буч. Сейчас он находится в ветеринарной клинике. Животному в ближайшее время сделают рентген и УЗИ. Чтобы понять, есть ли повреждения внутренних органов. Однозначно, что он очень худой и истощённый. Видите, прямо ребра видны. Прямо ребра прослеживаются. Собака боится прикосновений. И собака, у неё определённый страх присутствует. Кстати, как рассказывают очевидцы, хозяева купили щенка два года назад на сайте объявлений. Думали, что это лабрадор. Но, видимо, заводчики обманули. Не исключено, что и этот факт сыграл роль. А пока пёс учится верить людям. Бучу примерно два года. Несмотря на то, что с ним произошло, пёс довольно-таки контактный. Мы знакомы с ним всего пару минут. Но он уже даёт себя погладить. Сейчас волонтёры Бучу ищут дом. Надеются, что псу повезёт. И новые хозяева его никогда не обидят. Но инцидентом уже заинтересовалась полиция. Проверка продолжается. Между тем, статья за истязание животных предусматривает наказание. Вплоть до лишения свободы. Юлия Думанова, Андрей Кузьмин, 12 канал. Особое внимание улицам, по которым поступали обращения в социальных сетях, мессенджерах и на горячую линию. Ход уборки самых проблемных участков от снега лично проверил Сергей Шелест. С инспекции мэр отправился сразу после возвращения из московской командировки. Напомню, дорожники работают в круглосуточном режиме. Учера почти неделю. Минувшие ночью в порядок приводили центральные магистрали Масонникова, Герцена, Джаникидзе и Ленина. Также в Чкаловском поселке и на Левопережье. Сергей Шелест с проверкой посетил Кировский округ. По его словам, работа ведется не идеально. Городским службам не хватает ресурсов. Дефицит возник не сегодня, но проблему нужно решать. Ежедневно в смену выходят порядка 240 рабочих и почти 120 единиц спецтехники. Но для оперативной уборки снега этого числа недостаточно. Вопрос сейчас также находится на контроле главы региона. И, как заверил мюр Сергей Шелест, уже намечены пути решения. Больше тысячи студентов омских вузов и колледжей смогут учиться за счет областных грантов. На эти цели направят свыше 76 миллионов рублей. Соответствующее решение принято сегодня на заседании областного правительства. Еще миллион направят на реализацию образовательного проекта, в рамках которого популярные языки программирования смогут освоить ученики 8-х и 10-х классов, прошедшие спецотбор. Поддержат и омичей, решивших взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. На проекты психолого-педагогической помощи направят более 3 миллионов рублей. Деньги выделят и на проведение курсов по русскому языку для слушателей из ближнего зарубежья. Продолжится в этом году выделение грантов частным детским садам. За счет этого плата за пребывание малышей в образовательных учреждениях не будет превышать максимальную в аналогичных госорганизациях. Таким образом, в регионе в рамках нацпроекта образования, инициированном президентом Владимиром Путиным, создадут дополнительно 97 мест. Поставили на колеса баню. Мобильную конструкцию соорудили волонтеры села Надеждина, чтобы отправить бойцам на передовую. Для этого полностью реконструировали списанный школьный автобус, заменили двигатель и отремонтировали ходовую. Сейчас внутренние работы практически завершены. Мастерам осталось покрасить кузов мобильной бани. Впрочем, еще есть идея расширить функционал комплекса. Как в этом могут помочь амичи, узнала Анна Кокорина. Этого бака на 500 литров воды должно хватить взводу солдат, прикидывают односельчане Александр Болдин и Алям Чинбаев. В списанном школьном автобусе мастера-энтузиасты оборудовали предбанник, мойку и парную. Работали без чертежей и планов. Опыт есть. У нас в обоих бани дома есть. То есть для нас это не было большой проблемой. Просто это творческая работа. В салоне старого паза разместили чугунную печь. На ней, как и положено, бак под горячую воду и каменка. Обещают, в парной будет жарко. Попробуйте посидеть там в окопах. Это не так просто. И мы с Алямом это душевно делаем. Мы сюда вложили все свои умения. А вот чтобы тепло держалось дольше, мастерам пришлось повозиться с пеноплексом, отражающей бумагой и вагонкой. Крыша полукруглая. Приходилось вот здесь и так, и сяк. Очень сложно, конечно, все это подгонять, потому что крепление брусков, потому что стены металлические. Много заморочек было. Приходилось придумывать что-то. Впрочем, результатом мужчины довольны. В ближайшее время парную отделят отмойки перегородкой. И займутся кузовом. Обтянут пленкой защитного цвета и маскировочной сеткой. Последнюю, кстати, плетут односельчане. Бойцам на передовой жители села Надеждина помогают с первых дней СВО. Для нас самое главное, что до ребят это доходит, что ребятам это нужно. И очень-очень радостно, когда родственники даже просто присылают, вот отправляли именные посылки к Новому году. И просто когда присылают благодарность, спасибо, мой муж посылку получил. Вот для нас это самая большая радость. Очередная поездка в зону СВО назначена на 25 января. В Артема, Сдебальцево, Авдеевку и Запорожье надеждинцы отправят четыре восстановленных УАЗа. Маскировочные сети, матрасы, теплые вещи и медикаменты. А уже в марте за ленточку поедет и баня. Баня будет курсировать ЛНР до Авдеевки. То есть это уже обговорено с командованием, чтобы она не стояла где-то на одном месте, а чтобы ездила. До марта в Надеждина продолжат собирать банные принадлежности. Мыло, пену для бритья и одноразовые станки. Помощь нужна и финансовая на стиральную машину. Последние волонтеры хотят установить в бане. Место для нее уже есть. Анна Кокорна, Сергей Никифоров, 12 канал. Яйца в омских магазинах подешевели, но незначительно и не везде. Снижение цены впервые за последние пять месяцев зафиксировали специалисты Росстата. Если в начале января за десяток отборных покупатели выкладывали по 150-170 рублей, теперь этот же десяток в некоторых торговых точках можно купить даже за 120. Напомню, в конце прошлого года яйца в российских магазинах подорожали в полтора раза. В правительстве страны это объяснили дефицитом. Местные птицефабрики не могли полностью закрыть спрос. Исправить ситуацию должны импортные поставки. До середины 2024 года беспошлиный босс яиц организуют из Азербайджана, Белоруссии и Турции. Во всех храмах и соборах региона в эти минуты идет всеношная служба. Сразу по ее окончанию в Крещенский сочельник вся вода будет считаться святыней. Впервые за несколько лет окунуться в Иордане под открытым небом все желающие смогут в черте города. Всего в области организовано более 30 официальных мест с купелями. Предварительно их проверили сотрудники МЧС. Как подготовиться к погружению и кому этого делать не стоит, выяснила Валентина Шмякина. Вот так легко из ледяной воды Сергей выходит навстречу морозному ветру. Честно, я стою в пуховике и шапке, мне холодно. Сергей, а вы что чувствуете? Здорово. Адреналин, прилив сил, энергии. Классно. После воды даже теплее, чем до воды. У тебя такой изнутри разогрев начинается. Очень классно. Купание на морозе для Сергея Гончарова не обряд, а дело привычное. Главное для новичков, говорит Морж, 7-летним стажем правильно себя настроить перед тем, как зайти в ледяную воду. Самое главное – побороть страх и почувствовать уважение к самому себе. Автоматически потом, получается, избавляешься от многих болезней. Тех, кто решил окунуться в ледяную воду в праздник Крещения Господней, медики предупреждают, что такой стресс для организма подходит не всем. Особенно людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Да и тем, кто полностью здоров, нужно правильно подготовиться. Перед тем, как окунуться в воду, нужно раздеться и немного побыть на холодном воздухе, чтобы кожа привыкла, чтобы немного адаптироваться. И опускаться в прорубь нужно медленно. Не нырять, ни в коем случае не нырять, а спускаться по ступенькам. Впервые за несколько лет в черте города официально откроют крещенские купели. Раньше священники совершали чин великого водосвятия у проруби лишь в районах области. В Омске и Ордане оборудовали в акватории Ртыша у двух крупных парков Кировского и Советского округов. Обратите внимание на то, как обустроена купель. Тут обязательно должен быть деревянный мостик. А пространство подо льдом ограждено, чтобы течение не унесло окунающегося. На территории районов будут открыты еще 27 точек. Готовность тех объектов проверили спасатели. У нас будет задействовано более 250 человек личного состава. В обязательном порядке будут выставляться щиты со спасательным инвентарем. Установлены будут палатки для того, чтобы после того, как человек искупался, мог обтереться, чуть-чуть обогреться. Технические приготовления завершены. Самое время заняться религиозными обрядами. В Успенском соборе уже прошло освящение воды. Представители церкви напоминают окунаться в крещенский мороз или нет. Личный выбор каждого. Все воды в этот день считаются святыней. Освящение воды происходит на водоемах. Мы понимаем, что система сообщается друг с другом. То, соответственно, благодать Божья освящает всякую воду, которую мы в этот день пьем, которую мы умываемся. Те же, кто все-таки решил окунуться в крещенскую купель, могут ознакомиться с полным списком их размещения на официальном сайте МЧС. Валентина Шемякина, Сергей Никифоров, 12 канал. В регионе в ближайшее время запустят новый пригородный маршрут. 105-е автобусы будут курсировать из деревни Верхний Карбуш до крупного торгового центра на бульваре архитекторов. Предусмотрены также заезды в село Ребровка, поселок Магистральный, деревню Зеленое поле и садовое товарищество «Нефтехимик». Обслуживать направление будут автобусы малого класса, сообщается на сайте областного Минтранса. Стоимость проезда еще обсуждается, но известно, что льготные проездные будут действовать. Также опубликованы и расписания. Ежедневно из Верхнего Карбуша планируется шесть рейсов, первый из которых стартует в 6.35, последний в 21.00. Омская область представила публике лучшую концертную программу на выставке «Россия» на ВДНХ. Сегодня в Москве отметили стенды и программы, представленные вне регионов. Статуэтку в виде красного рубина о мечам показал Виталий Хаценко. По словам главы региона, это заслуга каждого из участников творческих коллективов. Выставка «Россия» знакомит посетителей со всеми красотами страны и показывает многогранность народов, которые ее населяют. Напомню, о мече представили уникальную программу, в которой соединили звучание и работу оркестра и диджея. Анатолий Коненко на глазах публики создавал микроминиатюрный макет ракеты «Ангара». С номерами выступили национальные коллективы. Напомню, выставку «Россия» можно посетить до 12 апреля. И вот, какие материалы мы покажем во второй части программы. Оставайтесь с нами. Венеция под ногами. Затоплены коммуникации, кусками отваливается от труб утеплитель и плавает в этой воде. Высотку в центре Омска подмывает изнутри. Чем это может обернуться и почему ответственные бездействуют? На службе, как в остросюжетном кино. Когда и кому разрешается лихачить на дорогах. Фееричное ограбление под стаканчик кофе. Возле дома я взорвал петарды, кофе выпил. Как мелкое хулиганство может довести до реального срока? Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. «Аквабан» для тех, кто ценит время и комфорт. Экспресс-мойка автомобилей «Аквабан». Лукашевича 14, дробь 6. Если радио, то максимум 105FM в Омске. Миллион рублей на топливо о мечтал счастливым обладателем главного приза от сети заправочных станций. Итоги масштабного розыгрыша подвели в прямом эфире 12-го канала. Какие еще подарки подготовили для своих клиентов представители топ-лайна, расскажем в сюжете. Вот она сложилась уникальная комбинация. Имя счастливчика Вадим, Вадим, мы поздравляем вас. Обладателем карты на миллион рублей стал Вадим Бондаренко. Числа, собранные случайным образом в студии 12-го канала, совпали с его уникальным номером участника. Представители сети АЗС топ-лайн уже успели поздравить счастливчика. Свой сертификат победитель получит совсем скоро, как только вернется в Омск из командировки. Рад, конечно, очень рад. Даже, как можно сказать, еще и сна-то не было. Ну, эмоции-то есть, конечно, но не осознаешься полно. В данный момент я нахожусь на севере, на работе. Я по варке работаю. Сейчас я на севере. Домой я приеду 28-го числа этого месяца. Сейчас заеду домой к девушкам, где я ей получил эту карточку в Черваке. Там уже, конечно, поблагодарю. Благодарю это все, что кто организовал. Конечно, большое всем спасибо. А самое главное, как говорится, верить в мечту. Вот и все. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно было скачать приложение Топ-лайн. И с 10 ноября по 13 января заправлять автомобиль любым видом топлива на станциях сети АЗС. В зависимости от количества литров или стоимости товаров участникам начислялись шансы. За каждые 100 присваивали один уникальный номер. Те, у кого не совпала всего лишь одна цифра, без подарков не остались. Сертификаты в санатории Евромет, гостиницу 5060, ресторан «Метаморфозы» и мерч от организаторов. Розыгрыш проходил под присмотром независимых экспертов. Безусловно, это достаточно волнительное мероприятие. Во-первых, ты должен смотреть за чистотой проводимого розыгрыша. Во-вторых, конечно же, ты переживаешь за всех участников, потому что это адреналин, поэтому его никуда не деть. В ближайшие дни все призы найдут своих победителей. Следите за новостями АЗС Топлайн и участвуйте в новых акциях. Вместо домашних тапочек нужны болотники. В центре Омска затопило высотку. В подвале дома, по словам жильцов, скоро начнет расти камыш, а несущие конструкции могут разрушаться от постоянной сырости. Люди мучаются уже больше двух месяцев. Нет спасений в квартирах. Глубину коммунального бедствия измерила Светлана Мельниченко. В этом подвале настоящее озеро воды почти по колено. Затоплены коммуникации, кусками отваливается от труб утеплителей, плавает в этой воде. Определить ее происхождение сложно. Есть легкий канализационный запах, но опять же, точно сказать, что это стоки, тоже нельзя. И такая ситуация в этом подвале уже два месяца. Вода разрушает инженерные сети и подмывает фундамент. Беспокоятся местные жители. В квартирах на первом этаже воцарили сырость и зловоние. Татьяне Перешивко пришлось переклеить обои. От грибка в комнате почернил угол. Амичка постоянно проветривает помещение, распыляет освежители воздуха, но это не помогает. Неприятным запахом уже пропитались все вещи. Даже в подъезд заходят, все вот так вот уже закрываемся и домой заходят. Ну, каким-то вот, знаете, как мыши что ли стохли. Что-то такое вот. Но запах ужасный. Мыши скорее не откинули лапки, а эмигрировали из подвала и поселились в квартирах. Теперь жильцы регулярно ловят у себя грызунов. Начали бегать мыши. Вон, есть магазин, пришлось покупать таблетки от мышей, потому что нашествие. Люди говорят, вода под домом скапливалась и раньше, но не в таком количестве. А зимой, когда земля промерзла, осталась в подвале. Но коммунальщики эту проблему игнорируют. В ЖКХ обращались, как всегда. Ну, никаких даже ответов. Никто ничего не делает. Не знаю, слесарь есть у нас или нет этого слесаря. Но работы никакой нет. В обслуживающий дом управляющей компании признают, ситуация аварийная, но устранить ее точечно не могут. Труба сильно изношена, поэтому хомут не поможет. Ее нужно менять. На вводе холодного водоснабжения в дом есть повреждения. На трубе диаметром 120. Собственно говоря, мы подали заявку в водоканал для отключения. Нам необходимо отключение воды холодной. И дальше уже будем проводить работу по локальному заменению этого участка. Для предотвращения затопления в подвальном помещении установлен насос. После того, как на месте побывала съемочная группа 12 канала, в дом приехала бригада ресурсоснабжающей организации. Специалисты обследуют участок, обещают отключить холодное водоснабжение уже сегодня, чтобы можно было осушить затопленный подвал и заменить поврежденный отрезок трубопровода. Светлана Мельниченко, Павел Манжос, 12 канал. Помогают омечам разобраться в жилищно-коммунальных проблемах. Корреспонденты программы «Управдом» новый выпуск смотрите сегодня, сразу после этого выпуска новостей. На 5 миллиардов рублей увеличить финансирование формирования комфортной городской среды поручил президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, проект показал себя в хорошем ключе, поэтому его необходимо продлить и, более того, увеличить объем средств. Отмечу, что в области за все время благоустроили 228 территорий. В этот список вошли скверы имени Панфилова и имени профессора Казанника, парк культуры и отдыха «Зеленый остров», микрорайон «Прибрежный» и территория по улице Гашика. В муниципальных районах привели в порядок парки, скверы, детские и спортивные площадки и пешеходные зоны. В этом году в рамках программы предстоит привести в порядок еще 32 общественных пространства. Безумный бой сирены, контраварийные развороты. Наша съемочная группа побывала на учениях полицейских. Атмосфера на полигоне, как в остросюжетном кино, маневры известны и многим, а вот от техники исполнения перехватывает дыхание. Анна Лукинец с подробностями. Погони, крутые развороты и резкие торможения. Это не кадры из боевика, а контраварийная подготовка сотрудников органов внутренних дел. Но такие опасные маневры нередко приходится применять и на службе, чтобы задержать преступника. Волнение всегда присутствует. Но, конечно, принесение службы уже конкретно там это более испытываешь. То есть, когда это в реальной жизни происходит здесь, мы конкретно отрабатываем навыки для того, чтобы не допустить уже дорожно-транспортных происшествий именно при управлении транспортным средством и при исполнении своих непосредственно служебных обязанностей. Обычная змейка тоже дается непросто. Особенно сейчас, в зимнее время. Упражнение выполняется на высокой скорости, которая не снижается даже на поворотах. Отрабатывают и порядок применения специальных звуковых и световых сигналов. Они бывают разные. Режим высокой и низкой тональности. Мы его называем условно режим скорой помощи. Все эти сигналы позволяют получить преимущество в движении. Такая тренировка в экстремальных условиях не ради выплеска адреналина. Этого инспекторам и на службе достаточно. Менять стиль вождения не та задача, которую преследуют сотрудники. Куда важнее суметь быстро и оперативно среагировать на ситуации, которые могут внезапно возникнуть. Про полицейский разворот мы знаем в основном из фильмов. Но только там не говорят, как тяжело дается учение. Ну а как хорошо инспекторы освоили навыки вождения, мы сейчас проверим лично. Теперь мы осуществим полицейский разворот. Ну все, я готова. Только для начала пристегнитесь. Вперед. На этих занятиях у них есть уникальная возможность для того, чтобы в какой-то степени даже привыкнуть и не бояться психологически настроиться на работающую сирену. На то, что где-то приходится управлять транспортным средством одной рукой. Где-то необходимо установить взаимодействие с напарником. А чтобы выполнить все задания на отлично, сначала сотрудники изучают теорию. После отрабатывают в тренажерах. Для начала мы с вами медленно отрабатываем эти навыки. Потом ускоряемся и переходим уже на быстрый темп. Закалка приходит с годами, говорят сотрудники. Но даже опытные профессионалы признают, важно постоянно поддерживать и повышать уровень своего мастерства. Анна Лукинец, Сергей Ренвейбер, 12 канал. За банку кофе и четыре фейерверка меч может получить реальный срок. Мужчина подозревает в попытке кражи денег в особо крупном размере. В одном из сельских магазинов в Тарском районе он пытался ломом вскрыть банкомат. То есть дверка открылась, там внутри оказался сей, который мне показался неподсильным. Я бросил лом и увидел, что лежат петарды. Все это я взял и направился в сторону дома. Возле дома я взорвал петарды, а кофе выпил. Оказалось, 32-летний злоумышленник приехал из Омска погостить к родителям в село Заливино. Все произошло в новогоднюю ночь. Мужчина признался, что специально дождался полуночи, когда все односельчане находились за праздничным столом. Он вскрыл ломом железную дверь магазина, после повредил банкомат. Но сам сейф вскрыть не смог. Выхватив деньги из кассы, это 120 рублей, а также фейерверки и банку кофе, скрылся. Уже в областном центре Амича задержали. Теперь он фигурант уголовного дела. Ему грозит реальный срок лишения свободы. В момент совершения преступления в банкомате находилось более миллиона рублей. Не знал. «Вас на фронте и в тылу» и «Россия. Мы вместе». Научно-популярные фильмы для детей и юношества. Также игровое кино, патриотическое и семейное. Ведь 2024 объявлен Владимиром Путиным в России годом семьи. Проводится фестиваль при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Заявки от участников, которыми могут стать как опытные, так и начинающие кинематографисты, принимаются до 20 февраля. «Что может быть важнее? Патриотизм, семья. Особенно в наше сейчас время. Немножко сложное, но все будет хорошо. Поэтому такие проекты, они нас освещают, они придают нам уверенности, веры, красоты, интересы. Поэтому молодежь углубляется действительно своей душой и взглядом в то, где они живут, что здесь можно делать. Тематика фестиваля связана с тем, чтобы возродить нашу экономику, о чем постоянно говорит президент. Направить молодежь в реальные отрасли экономики. И это как бы главная, будем говорить, идея. «Авангард» сейчас сильнее чемпиона страны по хоккею. Команда Михаила Кравца перед матчем с обладателем Кубка Гагарина ЦСКА лишилась пятерых игроков. Не смогли выйти на лед Ткачев, Абросимов, Игумнов, Верба и Чмыхов. Но ястребы не заметили этих потерь и победили лучшую команду КХЛ. Предшествовала игре торжественная церемония. С подробностями Андрей Блохин. В последний раз за «Авангард» Сан Саныч Попов забивал в марте 2016 года. Вот этот гол Салавату в плей-вуф. Спустя почти 8 лет вновь аплодисменты и скандирования в адрес 24-го номера. Его именной свитер подняли под своды G-Drive-арены. А сам Попов, ныне тренер ЦСКА, чуть было не уронил скупую мужскую слезу в этот момент. Саша Попов! Саша Попов! Саша Попов! Думаю, поражение армейцев не особенно опечалило легендарного ветерана. Может быть, даже ему отчасти приятно было видеть, в каком стиле лихом Поповском его бывшая команда, та, которую он отдал 18 лет жизни, обыграла нынешнюю, которая вместо работы и не более. «Авангард» потерял из-за травм, болезней и дисквалификаций сразу пятерку игроков. Но те, кто остался, решили исход матча еще в первом периоде, забив трижды. Про Хоркин, Мартынов, Халагилин – 3-0. Мартынов заменил самого Ткачева в первом звене, и замена вышла на славу. Я против внимания, потому что необычное амплуа. Вы не заменяли Ткачева, вы играли по-другому. Не распасовщик, а, скажем так, завершитель атак. Так я правильно понимаю? Ну, понятное дело, что парни с полной души не могут исполнить передачу, вот, мне оставалось только завершить. Ну, вчера на тренировке, как бы, главный тренер сказал, делай то, что делал, всегда, там, используй свои сильные стороны, как бы, вылазь там на ворота, как бы, иди хорошо там в парче. Второй и третий период «Авангард» грамотно обороняется, ЦСКА забивает одну шайбу и больше ничего сделать не может. Подрёв трибун, наши заколачивают четвертую в пустые ворота. Это делает Славак Юрчу. 4-1 и вратарь «Авангарда» Хомченко празднует викторию. Когда было тяжелее всего, два таких давящих периода, второй, третий, когда было? И когда наступило облегчение и понимание, что выиграли? Ну, второй период, наверное, такой самый, наверное, был такой плотный, в плане и бросков, и, как бы, ЦСКА взвинтил темп, так здорово играли. В третьем, наверное, чуть, может, чуть легче было, когда выстрелили в меньшинство. Как вам энергетик Омских трибун? Прекрасно, болельщики гонят вперед, очень приятно было играть. Я впервые, кстати, как раз вышел в старте на обскорение. «Авангард» громит чемпионов страны, но праздновать нет времени. Уже сегодня команда вылетает на выезд. Победная серия достигла шести мочи. Болельщики требуют продолжения. Андрей Плохин, Сергей Ленвебер, 12 канал. В региональном Минприроды показали, как спасают косуль, оказавшихся в городе. Чтобы не травмировать животных, в машине им связывают ноги. На кадрах видно, как только путы сняты, дикие звери моментально устремляются в лес. Только с начала недели в привычную среду обитания отпустили восемь косуль. Еще часть проходит лечение. Сейчас в Омске работают две группы инспекторов, которые отлавливают животных. Нередко парнокопытные застревают в заборах, проваливаются в подвалы и бросаются под колеса машин. Напомню, сотни диких зверей этой зимой вышли к людям. Это произошло из-за затянувшейся миграции. Вызвать специалистов можно по телефону, который указан на экране. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра, 19 января в Омске. Переменная облачность в ночные часы минус 17, минус 23. Днем до минус 18, в районах облачно, ночью минус 16, минус 24. Днем минус 15, минус 16. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Таковы новости. До встречи на 12 канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова